Всем привет, друзья! И сегодня я продолжаю собирать свою развалюху. И сейчас она выглядит вот таким образом. Я уже пробовал её немножечко красить. В принципе, здесь всё это с этим достаточно просто. Но сегодня не об этом. Наконец-таки я смог её загнать. Смог загнать на вот эту яму. Попробуем прикрутить выхлоп. Она заводится, но почему-то не едет. Я думаю, может быть, я что-то забыл прикрутить. Будем проверять сегодня это. Также у меня есть одна проблема. Она заключается в том, что здесь я смог установить пружину. А здесь почему-то не могу снять амортизатор, чтобы установить пружину. Потому что без его снятия пружина почему-то не ставится. Хотя здесь, по сути, он никак не должен мешать её установке. Но с этим будем разбираться, наверное, чуть позже. Итак, погнали сюда. Погнали. Посмотрим, что здесь у нас такое. Так. Смотрите, как. Коробка, да? Интересно. Она как-нибудь... Походу, она всё-таки прикручивается. Вот это похоже на болты, но я их точно 100% не закручивал. Так, мы ящик с инструментами уберём, наверное, куда... Ох, чёрт, как же ты упал. Да, вот это будет неудобно здесь. Но ничего не поделать. Давайте возьмём какой-нибудь маленький ключ. Судя по всему, здесь... О! Что? Что? Это ручник. Так, ручник у меня закручен. Ну-ка. Да, всё... Всё нормально. Как будто рукой он пытается их закрутить. Ага, смотрите. Вот здесь ещё какой-то болт есть. Который у нас не закручен. Здесь вроде закручено всё. Тут у нас что такое? Смотрите, вот этот болт я 100% закручивал. Он открученный. Ох, нихрена себе! Ребята, здесь же два болта. Вот почему он не снимается. Вот видите, как полезно иногда спуститься вниз и посмотреть, что там происходит. Давайте тогда... Сейчас мы сделаем сначала это. Так, и почему-то я не могу взять ключи. Видимо, слишком низко я его поставил. Куда-нибудь надо вот так вот повышенное. Чёрт! Блин. Давай, поставься на какую-нибудь ступенечку. Нет, он не хочет на ступеньки ставиться. Понятно, придётся. То есть, постоянно вот так вот нагибаться. А, по-моему, там ключ на 6. Ключ точно на 6. Так, давайте проверим. Да, смотрите-ка, я смог это сделать. Теперь, наверное, я смогу установить пружину. Отлично, вот она ставится. Ну, судя по всему, она никак не крепится. Так, а куда делся амортизатор-то? Ага, вот он. Вот он, наш дорогой, выпал. Всё, ставим амортизатор. Причём, можно было поставить прямо из багажника его. Здесь сразу надо закрутить сверху, чтобы уже не возвращаться туда. По-моему, ключ там на 12. Или нет? Нет, не на 12. Какой-то вот или 12, или 11. А я взял 11, кажется, да? Или 13. Вот что-то вот в этом роде. Угу, вот она. Слушайте, ну, прикольно, прикольно. Теперь надо закрутить здесь обратно ключом на 6. Так. Даже так не достаёт, представляете? Да, напрыгаю себе сегодня вот так вот вверх-вниз. Ну, ладно, ничего страшного. Надеюсь, результат будет того стоить. Так, здесь мы всё закрутили. Закручиваем здесь второй болт. Всё, всё остальное, в принципе, можно будет сделать уже с улицы. Установить вот эту замечательную вещь. Смотрите-ка, можно и так это сделать. Так, там ключ у нас... Какой же? Вот это, по-моему, на 14. Да. Точно, угадал я насчёт ключа. Так, а колесо? Колесо мы тоже отсюда можем поставить, да? Да, смотрите, вообще без проблем. Так, теперь мы сможем убрать домкрат. Чтобы поставить колесо, нам нужен ключ, самый огромный ключ на 15. Берём, просто закручиваем 4 гайки. И всё. У нас задняя подвеска полностью собрана. Осталось реально вот просто протянуть гайки, поставить кузовные элементы. Хотя, не факт, что я буду их все ставить. Может быть, поставлю какие-то. А может быть, вообще ничего не буду ставить. Ну, просто хочется уже прокатиться на этом, с позволения сказать, автомобиле. Так. А это у нас что такое? Подождите-ка. Я, насколько помню, здесь у нас ключ на 12. Давайте всё проверим. Что? В смысле? Да точно был на 12. Ага, вот смотрите. Гайка у нас к топливному. К топливному баку идёт. Это у нас что такое? Вот это надо закрутить. Это, получается, тормоза у нас. Ручник, вернее. Так, здесь всё протянуто. Надо... Да точно они были на 12. Чё за хрень? Постоянно почему-то что-то как-то меняется, мне так кажется. Или я обманываюсь постоянно. Видимо, слишком много я собираю эту машину. А, на 11. Сейчас проверим, чтобы они все были протянуты у нас. Чтобы ничего не открутилось. Так, здесь закручено, закручено, здесь закручено. И вот здесь закручено. Так. Там ещё шла какая-то трубка. Вот она. Вот она. Или где она? Чёрт, где-то есть трубка ещё. Вот её здесь, к сожалению, не видно с этого ракурса. Вон она, смотрите. Вон они, трубочки маленькие. А, по-моему, там ключ то ли на 6, то ли на 7. Надо его тоже поменять. Вернее, тоже проверить. Так, вон она, вон она где-то мелькнула там. Гаечка эта маленькая. Здесь закручено. А здесь? А здесь не закручено. Всё это дело мы закрутили. Можем двигаться уже дальше. Ручник прикручен. Ну, а вот тут вот ничего не прикручено. Так, какой же там ключ будет? Может быть на 6? Давайте проверим его. Так, нет, смотрите-ка, здесь что-то закручено, какой-то болт. Но вот эти вот не закручены. Может быть на 5? Может, какой-то совсем маленький ключик прямо. Ну, вы просто сравните. Вот эти вот были на 7, а вот эти вот на 5, и они не хотят закручиваться. Конечно, хочется думать, что здесь ничего не надо закручивать, но, знаете, судя по всему, надо, наверное, всё-таки будет здесь закрутить что-то. Так, а это что такое? Ух ты! Смотрите-ка. То есть, получается, у нас коробка, вернее, ну да, коробка передач. Вот эта вот штанга не была прикручена. Может быть, поэтому она не ехала? Давайте подвесочку ещё заодно проверим, чтобы наверняка было всё у нас закручено. Вот это получается у нас такое регулировочное, это гайка. Так, чтобы сход регулировать. А там у нас что? Там вроде всё протянуто, но вот тоже есть маленькие гаечки. Но это тормозные уже гаечки. Я надеюсь, они закручены, но давайте на всякий случай проверим. Ключ на 5 к ним не подошёл. О, нифига себе, посмотрите. Я её, оказывается, уже закрутил. Здесь просто болты как-то расположены вот таким вот образом, непонятным. Так, хорошо, хорошо. Теперь давайте... Нет, возможно, это на 7 ключ. Согласен, бегать не очень удобно, но а что же сделать-то? Так, вот они. Вот они. Точно, смотрите-ка, не были закручены тормоза у нас. Причём не спереди, не сзади. Сзади только на одном колесе были закручены. А здесь закручено. Да, чёрт возьми, вот это сборочка. Так, какие-то ещё там гайки я видел. Надо всё прям максимально проверять, чтобы всё было протянуто. Вот здесь где-то ещё было промелькнуло прям. Закручивать гайки на колёсико мыши. Вы просто крутите его вперёд, и она закручивается. Так, здесь у нас всё и прикручено, тут закручено. Поддон у нас... Или это поддон коробки вообще? Да, слушайте, это поддон коробки. По движку вроде всё собрано. Смотрите, подрамник подключен у нас, подсоединён. Ну, не знаю даже, больше тут нечего делать абсолютно. Вот сейчас уже... Вот сейчас уже всё должно работать. Давайте попробуем... Так, здесь я не вылезу. Давайте попробуем её завести. Вдруг сейчас она поедет. Я установил одно сидение, естественно. Ну, как же уж без этого там. Да, если... Вы правильно подсказали. Если газовать, она не глохнет. Но, по сути, глохнет даже и тот синий фургон. Поэтому... Разницы сильной никакой уж нет. Так. Давайте-ка заведём. Ой, сатана! Ай! Так. Доводим ещё раз газку. Газку-газку-газку-газку. Давай-ка заднюю подрубай и... Так. Ручник. Ручник опустил. Ну, чё-то не едет. Чё-то не едет. Так. Ну-ка, переднюю если воткнусь. Нет, чё-то не едет всё равно. Так. Ладно. Давайте попробуем тогда... Установить выхлоп. Хотя я понимаю, что это никак не связано с её ходовыми качествами. Судя по всему, что-то ещё надо подключать. Но вот что... Непонятно. Ну, давайте. Ладно, установим выхлоп. Может быть, это как-то... Может быть, как-то это нам поможет. Конечно, это расстраивает несколько. Потому что ты собираешь её, собираешь, хочешь поехать. И... И она не едет просто. Так. Выхлоп. Как он... Как он здесь будет позиционироваться-то? Ну, уже. Куда ж тебя воткнуть-то? Ну, в смысле? Понятно, куда его воткнуть. Но он что-то не втыкается таким прям... То есть, не так-то легко его, видимо, поставить. И давайте я его положу пока здесь. Вот так вот нам его надо взять. Правильно. Так. Мы его берём вот таким вот образом. И спускаемся туда вниз. Ага, вот. Вот теперь что-то было. Что-то промелькнуло. Есть. Эй! Ты чего? С ума что ли сошёл? Так. Ещё раз. Попытка номер два. Прикольно. Выхлоп застрял у нас где-то в тачке. О, да. Чёрт, ну какого хрена вот это происходит? Вообще непонятное просто движение. Слушайте, а может быть я не могу ехать, потому что у меня двери нет. И типа это, ну, небезопасно. Так, вот оно было. Походу упало вниз туда. Да? Да, смотрите. Падает вниз почему-то. Это странно. Это очень странно. И... Так, здесь я закрутил. Слушайте, вот этот ещё не закрутил болт, а? Я, конечно, сомневаюсь, что дело в нём. Но мало ли. Всё-таки это у нас такая достаточно странная игра, поэтому... Надо проверить вообще всё. Ещё раз берём мы выхлоп. Поворачиваем его и... И не устанавливаем, потому что слишком низко он у нас получается. Ну же. Да, чёрт возьми, выхлоп установить та ещё проблема здесь. Разработчики из всего здесь сделали просто настоящий такой квест. Найди нужную позицию. Вот как я должен его спозиционировать, если он только по одной оси крутится? Они что, издеваются, что ли? Да, чёртов выхлоп. Ну ладно. Давайте ещё раз попробуем. Сейчас опять-таки попробую из салона его запихнуть. Не так-то просто. Не так-то просто это сделать. Тем более, что он вот здесь за край, как бы я его не могу взять почему-то. Давай, запрыгивай сюда, прям в подкапотное. А-ха-ха-ха-ха-ха, упал. Я просочился через движок. Не, ну а почему нет, да? Вообще в лёгкую. Чёрт, ребят, ну это просто, просто я не знаю, это издевательство какое-то, настоящее, мать его, издевательство. Ты собираешь тачку, ты всё собрал, но вот какой-то грёбаный выхлоп просто никак тебе не удаётся установить. Ну что, что с ним нужно сделать? Причём уже два раза появлялась галка, я два раза его туда втыкал и... Да, сейчас он просто повис в тачке, класс. Да ты чё, издеваешься, что ли? Охренеть просто. Ну вот что с ним сделать, а? Ну вот, он должен устанавливаться сейчас. Да, я понимаю, что он из салона не установится никак, но... С улицы, как вы видите, он тоже не хочет устанавливаться. По сути, вообще, какие здесь могут быть проблемы? Ну просто какие они могут быть? Здесь же всё элементарно просто. Ну нет, его колбасит, и ты не можешь его никак установить, и... А, чёрт! Ну это бесит просто. Просто бесит. Так, ну-ка, а заднюю часть я могу просто так установить, нет? Где-то вот здесь она, наверное, устанавливается. Слушайте, подождите, подождите, а может быть нужно собрать его сначала? Типа... Типа глушитель в сборе ставить надо? Я понимаю, что это бред, но мало ли. Это же у нас потрясающая игра. Ну нет, он не хочет с ней соединяться, вообще никак. А так. Да. Это победа. Это просто победа. Ну, скорее всего, с этой стороны он идёт, потому что здесь, видите, такое, ну, пустое пространство, специально, скорее всего, под него. Так. А. Это мы установили, отлично. Может быть теперь оно будет устанавливаться? Давайте попробуем так. Так, сейчас мы его стараемся прикрутить. Где он у нас держится-то вот здесь вот. Точка крепления у нас здесь есть или нету? Да, вот он, болтик у нас есть. И, видимо, где-то ещё там. Хотя там вроде и нету. Прям не знаю, как сдерживаться от этих замечательных эмоций, когда играешь в эту игру. Они просто потрясающие. Ты думаешь, господи, как же приятно. Как же приятно в это играть. Так, давайте, ладно. Оставим всё это дело. Закручиваем наш замечательный болт. И попробуем воткнуть вторую часть нашей выхлопной системы. Так. Нет, неправильно начал крутить. Ну-ка, ну-ка. Может, прям вот так вот его зафигачить нет. Так не получается. А жаль. Ну вот да, теперь, конечно, когда ты провалилась, мне будет так удобно тебя брать. Спасибо тебе большое, выхлопная труба. А хотя нет, слушайте, правда, удобно. Зря наговариваю. Да или не зря. Не, ну выхлопная труба это... Чёрт. Это вот самое такое, самое дерьмо, потому что ты понимаешь, как она установлена, как нужно её вставить, и при этом ты не можешь этого сделать. Просто-напросто не можешь. Так. Вот это я извернулся. Господи, это бесконечно. Просто бесконечно. Сколько можно нахрен? Я хочу просто поездить на тачке, но почему нельзя это сделать? Ну почему? Ребят, кто сталкивался с таким же, давайте поддержите меня лайком. Это ужасное дерьмо. И просто дико выбешивает. Ну вот, ты видишь. Вот, ты видишь, где он подключается. Вот он подключается. Вот здесь. И ты не можешь этого сделать. По какой-то просто дебильной причине. Так, стоять. Ну-ка, давай ещё разик попробуем. Ну, это вообще просто издевательство. Ну, чёрт его возьми. Как же так можно? Как мне просто вот так вот с ней ходить, вот и искать галку, что ли? Ну, что это такое? Что это за идиотизм? Вот она. Сюда подключилась одним концом, сюда подключилась другим концом. Кольцом, блин. Всё, никаких проблем возникнуть просто не должно. Ну, откуда они там вообще должны возникнуть? Это же просто выхлоп. Ничего-то там просто обычный выхлоп. Всё. Ну, и так, естественно, я тоже не смогу это сделать, потому что... Потому что он не сможет так сделать. Вот, посмотрите, даже... Ну, уже прям вот совсем уже я вот, вот здесь вот. Где он выходит-то? Ааа, фак. Не, ну я не знаю просто, что с ним делать. Он уже достал меня просто до невозможности. Просто нереально достал уже выхлоп. Вот я вожусь с ним, я не знаю сколько минут Все, давайте последняя попытка Да-да, нет-нет Да нахрена ты на крышу-то залез? Так, где у нас? Нет, все правильно В тот же раз установилась из салона, может и сейчас установится Ножа, ножа, давай, пожалуйста Не, ну она просто не хочет, просто издевается надо мной Вот она торчит Да ты че творишь? Господи, вот это утырок Посмотрите, что он наделал То есть все эти разы я просто ходил, все было нормально Тут он взял и столкнул машину Сам столкнул машину Это гребаный геракл какой-то Так, все, ладно, вот так вот мы оставим выхлоп Как мне теперь выехать? А если она сейчас вся свалит сюда? Ох, черт Так, ладно Сейчас вот что мы сделаем Поднимем тачку И воспользуемся волшебным сидением Так, давай еще чуточку поднимайся Теперь мы берем сидение И вот так вот мы ее двигаем Главное не переборщить Вот сейчас видите, у нас зад упал Поэтому идем то же самое делаем сейчас вот здесь сзади И попробуем, наверное, поставить двери И пассажирское сидение, может быть, тогда она поедет Сидение, кстати, мне таки удалось прикрутить Смотрите-ка А? Это же просто потрясающе Так Все, убирайся, хайджек Ты у нас Что, не хочешь еще раз? Давай, последний раз Задим шанс Просто последний раз Так Вот смотрите, она провернулась прям вообще как надо именно Где-то здесь вот она должна сейчас быть прямо Ну, это реально как надо Вот смотрите, как она уже установлена Не хочет Ну, не хочет как хочет, ладно Мы сейчас что сделаем? Мы сейчас установим Ух ты, оно складывается Слушайте, я не замечал, что оно складывается Мы сейчас установим, а пассажирской... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Главное, больше не слетать с этой штуки Потому что Потому что все, это будет конец Я больше не смогу А с другой стороны Можно ведь не прикручивать сиденья Правильно? Может быть все дело в том, что У меня нет стекла Да ты какого хрена делаешь? Господи ты, боже мой Да что же это творится-то, а? Не, ну теперь все Теперь она у нас не установится На место Так, ладно Давайте мы примерим эту замечательную дверь Вот так вот она у нас открылась Ее что, еще прикрутить нужно? Давайте прикрутим Я вангую, что ключ на 10 Да, смотрите-ка, угадал А тем не менее Тем временем, вернее Тачка у нас продолжает сваливаться вниз Смотрите, как сильно у нас рама-то погнулась Ну не рама, а вообще в целом кузов Относительно двери Вот только гляньте Так, что теперь мы делаем? Встаем в полный рост Открываем эту прекрасную дверь Просачиваемся в салон Закрываем прекрасную дверь Закройся Она не закрывается Это замечательно Так Вперед она у нас не хочет ехать Ну-ка, назад Могу предположить, что она фуксует Но я думаю, что Вот если не крутить рулем Видите, она как бы и не шелохается Вот если рулем выкручивать С чем это связано Я не понимаю Двиг в отсечку Крутится В принципе нормально все Так В общем Тачка у нас К сожалению Пока не едет Не то, что к сожалению Просто вообще я настолько разочарован Вы себе представить даже не можете Я уже столько сил в нее вложил А она не едет Так Еще разик Я ее здесь сейчас подниму А Неправильно поднимаю Надо было с той стороны поднимать Чтобы туда толкнуть Может весь зад поднимется? Нет Да он кратто Смотрите, какой охренительный Так Что делаем Берем еще одну дверь И идем поправлять машину Ну уже Давай Не хочешь? А водительская Очень даже нормально Поправлялась Так Смотрите Вроде А Нет Не дает Ладно Ладно Я уже просто Стал путаться В В этих самых В кнопках Потому что я расстроен Друзья Напишите в комментариях Что может быть В чем может быть Дело Какие у вас есть мысли По этому поводу Сейчас я наверное Установлю Кузовные детали Да какого ж хрена Творится Так Так Давай сюда еще Устанавливаюсь Поднимайся Поднимайся Блин Сейчас она вообще Упадет Нахрен Не дай бог Она в яму Да Круто Смотрите Как поднялась Нет Ее надо Как-то Чем-то Надо ее Выталкивать Отсюда Да Закройся Вот слышите Вот эти звуки Это Это ломается Тачка Просто ломается Вот что мне Сейчас с ней сделать Как я должен Ее выкатить Отсюда Ну что они Ну почему они Издеваются Так Надо мной Да ну его Нахрен Ребят Ну это Просто Дичь Какая-то Просто Дичь Натуральная Ну что это Вот что С ней С этой дверью Какого хрена Она постоянно Открывается Сама Почему сиденье Отвалилась А ну сиденье Ладно Сиденье Не прикрутил Так Давайте Последняя Надежность На сиденье Иди Вынимайся Машина Вынимайся Нет Не хочет То есть Даже Даже Обычный Вот этот Вариант Когда Когда у нас Все работает Даже сейчас Он не хочет Он даже Не раскладывается Теперь В гараже В гараже Уже Ни хрена Ничего Не видно Правильно Пошел дождь У нас В гараже Ну я Честно Скать Не знаю Что сделать Вот что С ней Можно сделать Давайте Еще раз Попробуем Так Выключаем Надо убрать Эту Замечательную Просто Прекраснейшую Вещь Нужно убрать Машина Висит Но Это нормально Так Слушайте А может Дело В настройках У меня Вроде Стоит Как Автоматическое Включение Сцепления Не знаю Может Это Как-то Повлиять Нет Давайте Жахнем Подсоса На всякий Случай Так Что у нас Аварийка Да Не будем Включать Аварийку Газуем 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 Первую Втыкаем И ни черта не происходит Сейчас попробую раскочегарить мотор В принципе сейчас вот тут первая Какая там она Последняя Так ну-ка Вот это задняя должна быть Смотрите Бензина уже совсем мало осталось А теперь быстро смотрим Колеса крутятся Нет Видите Движок крутится А колеса нет Что-то короче Со сцеплением Видимо его как-то надо регулировать Что-то с коробкой И Вот как-то так Все это сейчас выглядит По поводу покраски Сейчас просто покажу вам Как это все делается Допустим Мы берем желтый Нажимаем на У Спасибо кстати Что подсказали мне И красим Кстати я детали Не пробовал красить Ну-ка Детали красятся Вообще нет Да Детали красятся И вот так вот Допустим К машине Вот сюда подходим Так Фокус не удался Вот наверное Так всегда Тогда когда пытаешься Показать Как нужно сделать Оно не работает Черт Я думаю Всем знакома Эта жизненная ситуация Да что ж ты делаешь Сволочь Красься давай О Есть Наконец-то Так В общем вот так вот Оно все это дело Красится Ничего сложного В принципе В покраске нет Ребят Давайте подсказывать Что делать с движком Почему она не едет Буду пробовать Еще наверное Как-то все это дело Регулировать Не знаю Как вообще Что чем делать Там Отвертку взять Или что еще В настройках Посмотрю А на этом Наверное Эту серию Закончим В принципе Я полностью Собрал подвеску Я полностью Собрал движок Коробку Все вот эти Технические элементы Все готовы С кузовней Проблема Как вы понимаете Ну и пока не едет Поэтому Давайте ребят Пишите в комментариях Подсказывайте Какие у вас есть мысли По этому поводу Будем вместе думать Будем вместе решать Может кто-то Сталкивался с подобным Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И всем пока